всем большой привет сегодня очень важное видео впрочем как и любое видео которое связано с материнством я закончила кормить грудью не дотянув немножечко до двух лет я решила закончить закончила я это не внезапно не спонтанно я это закончила осмысленно и сама чем очень горжусь я не верила в то что я смогу это сделать без чьей-то помощи я очень много слышала разного всякого советчиков в этих делах всегда очень много я хочу рассказать как я это сделала и вы знаете на удивление легко я считала что у меня не получится это сделать так легко я ожидала больших трудностей я была готова к разным проблемам но вот получилось все гораздо проще почему я решила закончить грудное вскармливание ну во первых уже в принципе свою миссию я выполнила так скажем ну до года до полутора лет я кормила и я считаю что это прекрасно это замечательно ты даешь ребенку эмоциональную поддержку таким образом и также ты даешь ему витамины минералы ты защищаешь его от кишечных инфекций и ты помогаешь ему когда у него режутся зубки конечно грудное вскармливание это даже не обговаривается я считаю что каждая мать должна кормить грудью если она может это сделать а потом уже когда минут вот этот вот момент когда вроде уже ребенок становится самостоятельным уже сам спит наверное грудное вскармливание это как привычка привычка и для мамы и для ребенка моем случае наверное больше была привычка даже наверно как оказалось для меня чем для дочки но я скажу так что режим у нас был такой что она как и в первые дни своей жизни до последнего дня пока она кушала грудь она могла попросить ее тогда когда она хочет и я никогда и не отказывала вот так у нас было свободное вскармливание до самых-самых-самых почти двух лет я уже много раз пыталась закончить кормить грудью я пыталась взять и просто не дать грудь покачать ее потерпеть ее плачь и потом и конечно срывалась я слышала очень много советов от своих близких и от не близких о том что вот надо отдать ребенку например там бабушки и вот она два дня будет орать потом грудь забудет или что надо выпить таблетку чтобы молока не стало сама ты точно не справишься никогда вообще такие дела сами сам ты не сама не сможешь короче перспектива была очень пугающая и я вот поэтому наверное откладывала этот момент но в один день я прям решила что я попробую и намазала грудь чесноком вот прям хорошенечко на терке его натерла и обложила чесноком щипала адски адски но я понимала что это все на благо что это поможет мне отучить дочь от груди и вуаля все случилось очень легко и очень быстро поскольку дочь моя уже в принципе почти разговаривает она понимает все что я говорю и когда она попробовала грудь с таким с таким лицом типа что это я сказала фу какая тетя невкусная фу фу и она такая посмотрел на меня типа показывает на грудь и вот уже недель наверное она все время ходит и показывает фу и даже не берет она видит извините меня голую грудь и она ее не просит почему потому что отвращение у нее появилось груди она знает теперь что грудь это невкусно и она и не хочет теперь следующий этап это когда молоко-то куда девать молоко к счастью как оказалось молока у меня мало и за сутки я ни разу не сцедилась то есть я я не ощущала какой-то боли тяжести прям вообще за сутки все было окей потом уже после суток я конечно почувствовала что грудь такая нарывает прям ну я сцедила молоко особо не пребывала я сцедила по чуть-чуть как говорят до облегчения ну потом я сцедила еще еще и в общем постоянно прощупывала грудь на наличие каких-то болезненных комков или еще чего-то поскольку у меня был опыт застаивания молока и я помню когда мне делали массаж груди он ко мне приезжал консультант по грудному вскармливанию и помогала мне расцедить этот комочек и с тех пор я помню как делался массаж груди я использовала тромель наносила его два или три раза я его использовала и в принципе все я старалась не пить много воды я старалась вообще не употреблять много жидкости старалась делать все чтобы молоко лишний раз туда не сцеживалось у меня в грудь не скапливалось там и все в принципе вот на сегодняшний день у меня в груди молока нет ну так если совсем прям нажать там две-три капельки выйдет а так все оно перегорает оно все уходит что случилось со мной с моей жизнью после того как я закончила кормить грудью девочки если бы можно было кормить грудью до пяти лет я бы кормила во-первых пока я кормила отчасти я управляла временем я решала когда я буду отдыхать я даю грудь ребенок сосет я отдыхаю отдыхаю сижу в телефоне кушаю сплю не знаю все что так нужно я говорю от лица кормящей мамы которой не было проблем с питанием я не ограничивала себя с питанием вообще поэтому с этой точки зрения я никакой отрицательной стороны не вижу но те у кого дети диатезные и дети аллергичные конечно наверное намного тяжелее воспринимать вопрос грудного вскарабливания хотя ко всему можно привыкнуть со временем ну минусы которые превратились в плюсы после окончания этой головы в моей жизни раньше я не могла никуда уйти потому что ребенок просил маму но мама это грудь у меня уходило больше энергии как известно если я не вру грудное вскарабливание оно в принципе заменяет спортзал по расходу калорий это очень-очень энергозатратно и естественно у меня к концу дня всегда просто туман в глазах я уже готова была упасть и уснуть там где где я есть и конечно был очень большой минус то что я никогда не могла выпить никакое лекарство какое-то обезболивающее сильное я не знаю если я простудилась какой-то антибиотик ну то есть ничего такого что обычным людям можно мне было нельзя я уже привыкла к тому что если я чувствую что я чуть-чуть простудилась то у меня сразу даже видео снимала беременная на эту тему сразу у меня там мед имбирь малинка клюква в общем народное средство но никаких лекарств из аптеки что после 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 вот даже сейчас я сижу у меня так болит спина и приходится ее носить на руках потому что когда она засыпает она через раз засыпает сама а остальное время ее надо поносить на руках не долго но она извините мне весит уже на килограмм 15 больше я не знаю это так тяжело спина моя блин бедная как я уже сказала у меня теперь нет времени я не могу сейчас решить когда я отдохну то есть это если дочь решила поспать если она решила отвлечься на что-то я отдыхаю но это случается не так часто как было с грудью я чувствую больше энергии у меня больше просто чисто физических сил потому что то что я ем моя еда мои калории они не уходят в молоко они остаются со мной и это прекрасно можно можно теперь любые лекарства вот недавно я проснулась у меня болит горло и я открыла аптечку и поняла что у меня есть таблетки септолета которые муж покупал для себя и поняла что мне теперь можно эти таблетки и я взяла эту таблетку рассосала и горло прошло такого наверное не случилось бы если бы я все еще была кормящей мамой и конечно очень многих интересует этот вопрос что остается после груди на месте груди я бы сказала на месте груди осталось все то же самое что было до беременности у меня но у меня никогда простите за такой интим но у меня никогда не было особо выдающийся прям вот такой вот стоячий вот такой вот прям груди правда никогда не было у меня всегда была такая форма груди Которая, в принципе, как я и полагала Не поменяется после родов Да, после родов Поэтому, как я и ожидала В принципе, осталось то же самое, что было Она не стала в 5 раз меньше Она не стала похожа на тряпочку Как это бывает, рассказывают Ну нет Но у всех по-разному Хотя вот у меня дочь, она все время все так растягивала Все время все кусала, тянула Было бы неудивительно Если бы у меня действительно остался какой-то Шматок просто кожи на месте груди Ох, как тяжело заканчивать Такую большую, длинную главу Своей жизни, ведь это больше Длиннее, чем беременность Это Это так сближало Это такой Коннект с ребенком И если вы думаете заканчивать грудное Скорабливание или нет, самое главное, что я вам пожелаю Слушайте свое сердце Не слушайте Никого вокруг Потому что здесь никто, кроме вас, не знает Пора или нет Хотите вы или нет Это только ваше личное дело с вашим ребенком Поэтому Успехов вам в этом деле, если вы к нему идете Желаю вам Всем Спасибо за просмотр Пишите комментарии Ставьте пальцы Увидимся Увидимся